ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Надеюсь, к концу интервью передо мной будет сидеть человек Татьяна Никитина. Ну ладно, а пока о журналисте Татьяне Никитиной. Вот одна из последних статей, которую я читал. Мистер Икс против Вячеслава Мархаева. Тема выборов главы региона и обсуждения возможных кандидатур. Там такая мысль, какая-то не очень традиционная вообще для нашей тусовки, политическая, журналистская высказана, что Наговицын не пойдет вообще на следующие выборы. И это подается как данность, как нечто для всех очевидное. Почему? Мне это не очевидно. Он же говорил, что он тут врос корнями и никуда не собирается уезжать. Почему вы так думаете? Почему вы думаете, что он не пойдет на следующие выборы? Потому что я наблюдаю, анализирую. Я вижу, как ведет себя политик. Я вижу, какую команду он собрал или не собрал. Я вижу его последние назначения. Это были назначения министра, о чем я в статье пишу. Министра сельского хозяйства и министра строительства. То есть это назначение не характерное для Наговицына, двухлетней, скажем, давности. Политик, который собирается на выборы такого масштаба, как голова республики, должен обладать финансами. Причем, если начнем с этого, выборы – дело очень затратное. Тем более, целый регион. Тупо нет денег у Наговицына на выборы. Еще раз, выборы, которые были, скажем, 10 лет назад. Последние выборы прямые 2002 год, мы помним. Потапов избирался в 2002 году так же, как и по России. Так вот, тогда Москва помогала. Тогда еще можно было рассчитывать на деньги Кремля. Вот последние выборы, у нас же сейчас выборный вал идет. По стране. В прошлом году у нас был в 30 регионах, по-моему, выборы. В этом году в 21 регионе. Так вот, тенденция такая. И, в принципе, это подтверждается. Это не скрывает выборы. Дана установка делается на деньги самого кандидата. Если они есть, значит, выборы есть. Если их нет, извините, где взять Наговицуну деньги? Естественно. Назвать вам пять самых крупных источников, где взять деньги? Назовите. Где угодно, любой спонсор. Нет спонсора. Наговицын может позвать любого бизнесмена к себе в кабинет, поговорить с ним по душам. И тот выйдет оттуда и пойдет в банк и перечислит добровольные взносы в избирательный фонд. В том-то и дело, что у Наговицына нет спонсоров. Я не вижу сегодня крупных бизнесменов в республике, которые способны и согласны профинансировать эту избирательную кампанию. Слепенчук сам идет на выборы в следующем году, если начнем со Слепенчука. Думский. Думский. А ведь это одномандатные выборы. Что ему? Не наскребет он на... Не наскребет. Вот в том-то и дело, что сейчас... На две кампании, что ли? Не наскребет. Да ладно? Нет. У него миллиард только своих официальных доходов. Мы чужие деньги считать как... Ну, это не чужие, это публично, так сказать, озвученная сумма официальных доходов чиновника государственного. Тем не менее, это деньги чужие. Есть у человека конкретные цели, и они явно не свободные. Это деньги не в кармане, которые достал и выложил. Есть определенные и всем известные способы, как говорится, из того, что имеется под рукой. Так вот, Тимур Цибиков подписался под то, что не подписалась Юлия Анга. Это опять-таки мои предположения, но они достаточно, скажем, обоснованные. Почему-то Александр Манзанов подписался, а мы видим, это люди одного уровня, одного возраста. И, скажем так, люди неизвестно откуда появившиеся. Если бы Наговицын хотел найти чиновников, которые бы профинансировали, скажем так, обеспечили ему финансовую основу будущей компании, он бы никогда не назначил 50-летнего Черепова, 52-летнего Черепова на постминистра сельского хозяйства, да, взамен Манзанова. И никогда бы не назначил уж проверенного, перепроверенного Рузавина. Рузавин, который всю жизнь чиновников, которой до пенсии осталось совсем немного, ему уголовные статьи, вот я уверяю, никак не нужны. Ну, это одна сторона. Вторая сторона, нет команды, нет поддержки. Мы же знаем, что выборы-то это совсем другие выборы, нежели были у нас еще в 2002 году. Это выборы, которые зависят от муниципальных депутатов. Это депутаты поселений, это депутаты райсоветов, муниципальных образований. Мы положим, Единая Россия наберет, конечно, положенное количество голосов, уже известно это количество голосов. Но, тем не менее, риски очень большие, нужна абсолютная поддержка, этой поддержки нет. И то, что происходит в республике, мы видим, это очень шаткая ситуация. И само поведение, вот эти непонятные назначения, непонятные реорганизации. Ну, не знаю, мне немножко непонятна вот эта аргументация, вот эти связи с министрами, с бизнесменами. Я думаю, что при желании Наговицын может легко найти любую сумму свою избирательную компанию. При желании. Если бы было желание, была бы подготовка выборная. Что такое выборы? Татьяна, ну, сколько лет он уже глава республики. 2007 года. Ну, немножко расслабился, да. Что значит сейчас? Все идет нормально, ну, вот пожары эти немножко тут, так сказать, портят ситуацию, да. Ну, человек привыкает, он расслабился немного, у него все хорошо, он считает, да. И зачем напрягаться? Ну, то есть, вот эта логика говорит о том, что он не собирается на выборы. Человек, который собирается, начинает выбор. Он просто уверен, что он и так всех победит. Нет, подождите, Сергей Михайлович, вы как будто-то вчера у нас родились. Выборы начинаются не за один день. Так. Срок полномочий заканчивается в 2017 году. В следующем году выборы в Госдуму. Так. Единый день голосования, нет времени. Если бы Наговицын хотел пойти на выборы, он бы в этом году заявил об этом. Зачем заявлять? Как Ероченко. Что значит зачем? Уйти в отставку, взять период, получить добро Кремля, взять период на предвыборную агитацию, пожалуйста. Этот год упущен, остается только следующий год. Он может легко сделать то же самое, не знаю, за месяц. Почему нет? Сергей Михайлович, вы как будто бы... Я решил, я решил поучаствовать в выборах, да. Надеюсь на вашу поддержку. Вот месяц остался тут на агитацию, да, давайте. Хорошо, Иркутск в двух шагах. Что сделал Ероченко в феврале месяце, выборы в сентябре, а он в феврале месяце заявил о том, что он блокирует на два года тарифы ЖКХ. Вы тут это не видите? Я вообще не вижу. Не видим, не видим, что сделаешь. Я не вижу никакой параллели. В Иркутске и Улан-Удэ это абсолютно разные регионы. По голосованию, по всему. Люди по-разному себя ведут. Избиратели совсем разные. Депутаты разные, политики разные. У нас такой азиатский регион, где политика делается за кулисами и под ковром. В Иркутске она тоже делается за ковром. Да, безусловно. Но она там реально есть. Так же, как и в Москве, так же, как и в Париже и в Нью-Йорке, да. Но не настолько, да. В Иркутске больше ресурсов, за которые бороться, да. Поэтому люди больше рискуют. Там, в принципе, больше всего, да. Там больше денег, там больше полезных ископаемых, там больше предприятий. Там есть какая-то экономика, да. Там, в конце концов, есть интересы крупных структур, да, олигархических их назовем. Можно даже составить себе вот такую олигархическую карту Иркутской области. Так. Да. У каждого свой интерес, там, гидроэнергетика, лесопромышленный комплекс, алюминий, да, и так далее. ВПК. А у нас какая карта тут? У нас что у нас? У нас тайга, да. Вот здесь вот три четверти у нас интерес медведей, волков, там, да, и так далее. А вот здесь вот чуть-чуть Слепенчук, да. А вот здесь вот чуть-чуть, там, еще кто-то, да, там. У нас совсем другая ситуация. И люди совсем другие у нас. Ситуация у нас... Иркутск такой русский купеческий город с традициями, да, а у нас такой азиатский город. В этом купеческом городе, как вы говорите, масса бурят. Я про это и говорю. Масса в политике. В политике. Да. Давайте начнем с этого. С теми же самыми фамилиями, о чем я тоже недавно, кстати, писала. Мне было очень интересно провести эти параллели. Александр Ханхалаев. Давайте вот начнем. Родной брат нашего Ханхалаева. Сегодня занимает пост зампредседателя городской думы. В Иркутске. Нехилый пост. В Иркутске. Ну, они же совсем по-другому себя ведут там, Татьяна. Нет. Нет, нет. Ну, возьмите день города наш и день города Иркутска. Сергей Михайлович, еще раз. В Иркутске это же какой-то, я не знаю, там, какой-нибудь Сан-Ремо или Париж. Не давайте-то. Ну, еще раз. Хорошо. Извините. Иркутская губерния, в конце концов, была единая и Верхнеудинск входил в Иркутскую губернию. Территория наша вся была там. У нас были одинаковые гербы. У нас была одна административная система. Еще раз говорю, мы недалеко от Иркутска отошли. Да в чем? Это наше, это наше опять отношение. Еще раз говорю, одни и те же фамилии. Я вам про людей, вы мне про гербы. Еще раз. Никому не нужны эти гербы. Давайте люди. В Иркутске Берлина Людмила, у нас есть депутат народного хурала Берлина Татьяна Алексеевна. В Иркутске Александр Ханхалаев, еще раз говорю, очень нехилый путь. Будь их хоть сотня одинаковых, с одинаковыми фамилиями, одинаковых гербов, они себя ведут по-разному, они по-разному голосуют. Понимаете, у нас никогда не выберут мэра так, как выбирали в Иркутске. И за пост главы региона у нас не будут так бороться, как в Иркутске. Сергей Михайлович, вы недавно относительно... У нас все тихо, подковерно. Еще раз. Вы у нас не совсем давно, у нас не всегда была такая ситуация. Выборы 1998 года, прямые выборы главы республики президента были очень бурными. Мы с вами говорим о нынешней ситуации. Нынешняя ситуация. Опять, почему произошла нынешняя ситуация? От того, что у нас очень давно не было прямых выборов. Почему в Иркутске такая драка и такие баталии, такие отставки, сенсационные, как отставка Берлина? Берлина ушла вообще из депутатов. Вот наш Гершевич, извините, только, как говорится, подвинулся, но мандат свой не положил. А Берлина положила мандат, отказалась от доплат, от положенных привилегий. Ну, пенсия, скорее всего, будет, но тем не менее. Потому что если бы она этого не сделала, я вот просто вынужден перебить вас. Потому что если бы она этого не сделала, она бы поставила крест вообще на всей своей дальнейшей политической карьере. Она бы никогда не избралась. Ей все время бы тыкали этим. От рядового избирателя до конкурентов. А Гершевичу плевать. Никто ему, его, может быть, какой-нибудь тролль в интернете упрекнет, что он засыпает на сессиях и вообще прогибается под правительство. И все, ничего не поменяется. Еще раз. Люди не выйдут на улицу, не станут требовать, не возмущаться. Ну, не станут, и все. Я единственное соглашусь в том, что, конечно, в Иркутске политика очень живая. Она очень явная. Там такая политика, что на самом деле иной раз, как говорится, подпрошибает, да, вот глядя то, что у них происходит. По сравнению с Иркутском, наше болото, это, понятно, имеется. Опять, почему так произошло? Потому что у нас очень давно, уже 13 лет, с 2002 года, не было выборов. Больших выборов. Выборов главы региона. И я вот даже, позволю себе такое сравнение, да, вот мы в этом году очень, как бы, шокированы жарой, да. Мы тут все умерли от жары, все у нас высохло, выгорело, там, урожай сошел на нет. Вот я бы сравнила вот эту политическую ситуацию с той же жарой. То есть за 13 лет у нас последние ростки живой политической мысли, как говорится, исчезли. И сейчас вот как раз наступает период, я считаю, это старт выборной кампании. Кто бы что ни говорил и какие бы выводы ни делал, но фактически началась избирательная кампания главы республики. Вот сейчас начнутся движения, я считаю, сейчас наконец-то в республику придут деньги, они должны обязательно прийти. У нас начинается политическая жизнь, наконец-то у нас живительные наши речки, речушки потекут и в наш, и в наш регион. Наконец-то у нас будут, и в наш с вами, кстати, карман. Немножко срубим капусты, да. Ну, может, и не немножко, потому что, ну, это не секрет, что средства массовой информации, это, извините, от выборов-то, это просто живительная влага. Кстати, как к этому относитесь вообще, вот, спокойно, когда вам говорят, вы журналисты, работаете за деньги, в том числе на выборах, как вы, что вы отвечаете обычно? Я отвечаю, а кто работает не за деньги, первое. Во-вторых, выборы это всегда благо, это столкновение двух сил, это всегда реальная конкуренция, она всегда будет позитивна, потому что она приводит в движение огромное количество людских масс, она дает работу не только журналистам, а и масса людей задействована в агитации, в имиджмейкерах, да, в новых, у нас жизнь, экономика оживает на глазах. Это же, это не надо быть семи пядей во лбу, чтобы этого не видеть. И экономика оживает на глазах. Мы видим компании Потапова. Потапов шесть раз избирался. Каждый раз он приводил новых людей, и эти люди меняли что-то в системе. Когда идет застой за 13 лет, ну, извините меня, Наговицын мало кого изменил. У Наговицына команда старая. Он даже боится лишний раз. Мистер Икс все-таки, вот в статье я ответ его нашел. Кто же этот Мистер Икс? Кто Мистер Икс? Кто это такой? Если бы я знала, кто этот человек, я написала. Дело не в том, что знаю я это или не знаю. Дело в том, что этот человек не очевиден на сегодняшний день. Но он должен проявиться. Давайте не будем, не называя фамилии, хотя я бы назвал, например, Галков. Есть у него шансы по главу республики или нет? Дело не в шансах, дело в желании. Хорошо, давайте от фамилии отвлечемся. Это кто, по-вашему, вот какого формата человек будет? Это будет кто-то очень известный или это выплывет какая-то темная лошадка? Это будет Галков, который с шашкой пойдет на эти выборы и будет рубить всех по своей привычке? Или это будет Павлов, например, которого, двинутый за счет административного ресурса и ресурса партии, он как-то проползет, скажем так, обойдет Мархаева на 2%. Что мешает ему сейчас проползти в спикеры? Не знаю, в характер. Генеральную репетицию сделать? Мы даже этого не можем. Нет. Мы даже этого не можем. Может, это стратегия такая, понимаете? Он сидит до поры до времени, он сидит там где-то на скамейке запасных. Что это за человек будет, по-вашему? Какого формата человек? Вот я что пытаюсь все-таки мысль-то свое донести. Мы же не гадаем на картах, да? Мы же не говорим, а вот я так это... Мы анализируем, да? Да. Вот я всегда стою на том, что надо все-таки анализировать. Поехали. Ситуация Иркутска. Первые выборы губернатора. Что произошло? Это новая система. Обыгрывается новая система. Это же экспериментальная система. Она недавно только сложилась. Что в Иркутске? В Иркутске 100% побеждает Ироченко. Сами иркутяне об этом говорят. Уже никто не сомневается. Левченко проиграет. А просто он, сколько... Как выиграет Ироченко? Сколько процентов он наберет? У нас та же самая ситуация, скорее всего, будет. Та же схема. Это будет человек власти, однозначно. Человек власти или Мархаев, да? Да. Скорее всего, да. Где власть возьмет этого человека? Вообще удивительная ситуация Бурятии в том, что мы этого человека не знаем. У Ироченко, извините, проработал там определенное количество лет. Он готовил свою команду, он делал эти тарифные свои шаги, он заручался поддержкой Москвы. У нас наговица на выборы не идет по всем признакам. Это будет чудо, если он завтра вдруг за месяц скажет, я готовлю компанию. Кто этот человек? Это тайна за семью печатями. Я очень подозреваю, что этот человек ищется в срочном порядке и будет все зависеть, опять-таки, от его способности, от его желания, от умения. Но в любом случае он должен появиться. Поживем, увидим. Методом тыка здесь ничего не решишь. Он не очевиден. Путина никто не знал. Я с вами не согласен. Вот вообще. В чем? Я считаю, что Наговицын пойдет обязательно. Я считаю, что ему в условиях Бурятии вообще не надо заявлять заранее и готовиться вот так вот. Я считаю, потому что по простой причине у нас не будет выборов. Их нет и не будет в обозримом будущем. То, что мы с вами обсуждаем сейчас, называя выборами главы республики, это будет какая-то административная процедура. Вызовут по очереди или пачками депутатов муниципальных и скажут им, ребят, давайте-ка вот за это. И все. Вот и все. В любом случае человек должен заявиться на это. Я вообще не уверен, что Мархаев выдвинется. Зачем выдвигаться, чтобы проиграть? Не будет прямых выборов. То, что называют прямыми... Эти выборы прямые только по сравнению с тем, что было совсем недавно. Когда назначали и утверждали в законодательном собрании, в Урале у нас. Иркутск показывает и другие регионы. Все-таки борьба идет. Да при чем здесь Иркутск? В Иркутске всегда была борьба. Еще раз. У нас тоже была борьба. Нет и не будет. До 2002 года. У Мархаева есть шансы, по-моему. Только в одном случае. Каком? Если Кремль, где и принимается решение о том, кто будет главой региона, если Кремль увидит, что все местные, все возможные, даже вот самый последний претендент на пост главы региона, они, извините, обделались. Обделались так, что стыдно выдвигать их на пост главы. Что репутация всей власти пострадает от этого. Но у нас такого не будет. И это показывает ситуацию с пожарами, например. Горим. Друзья, сколько у нас сгорело? 40% святого носа. В Иркутске пожаров почти нет. Если какую-то пропорцию составить, количество пожаров и возмущение, гражданская активность в Иркутске у нас, то у нас пожаров вот столько, а банок тушенки, которые принесли добровольцы в пункт сбора, вы видели, сколько там? Сколько там? Семь банок, по-моему. Две лопаты, один топор. И в Иркутске. Там бьют в набат. Там люди выходят, там добровольцы выезжают колоннами на тушение и так далее. Пожаров там намного меньше. Я не готова сравнивать пожары там, пожары здесь. Это показательная ситуация, очень показательная. Возможно, она показательная. Пока я с политикой это, скажем так, будущих выборов увязываюсь, честно говоря, слабо. Поскольку я по Вести 24, по-моему, вижу сюжеты и про пожары в Иркутской области. Я не готова так вот... Ну, более такой, что ли, показательный пример. Ну, представьте, чтобы в Иркутске был тариф на электричество такой, как у нас. Ну, люди... Что бы делали иркутяне, да? Они бы сидели, как мы, да, и платили бы. Или бы они все-таки взяли и переизбрали... Понимаете, мы из той категории, а вот если бы, нету этого бы. Ситуация такая, какая есть. Всегда Иркутск был на особом положении. Так вот она такая и есть. Хорошо. Но еще раз говорю, ну давайте другой регион возьмем. Просто Иркутск ближе нам. Мы его видим. Я еще раз говорю, у нас масса фамилий бурятских и там, и там. И достаточно крупных политиков. И нам гораздо проще сравнивать с Иркутском. Все регионы разные. У всех абсолютно разная экономическая ситуация. Но Иркутск к нам ближе, потому что он виднее. Потому что связи налажены. И потому что сейчас там выборы проходят раньше, чем у нас. А ведь могло бы быть одновременно. И мы могли бы вообще в один в один бы сравнить. А как у них, а как у нас. Пока иркутяне выигрывают только потому, что нашелся, нашли человека, который взял на себя ответственность, бросится на амбразуру. Сумел сколотить команду. Сумел убедить оппозицию. Сумел договориться с парламентом. И это, конечно, здорово. У нас, к сожалению, почему-то ситуация очень вязкая и очень-очень непонятная. И мы всегда выплываем. По времени уже перебор. Мне пора заканчивать. Один вопрос у меня остался. Вообще было очень много вопросов. Но так получилось, что мы с вами обсуждали только один. Да пригласите еще. А все, это последний выпуск за рамкой. Дальше у нас будет выходить другое шоу. И вот в него обязательно. А что за шоу? Пока секрет. Один вопрос. Вы недавно брали интервью у Жени Болтатаровой. Был такое? Почему она не вышла? Почему она не вышла? А почему Женя Болтатарова не выходит на вашем канале? А это была, вы имеете ввиду программу «Республика»? Да. Потому что интервью было связано именно с этим. Я хотела показать. Это было исключительно желание Жени Болтатаровой. То есть она сама ушла? Она не получала зарплаты за эту работу. Она предложила нам делать такую программу. Сделала несколько выпусков. И решила, что ей сложновато этим заниматься. Потому что на телевидении приходится тратить гораздо больше времени для подготовки аналогичного материала, чем в печати. То есть здесь много всего. Здесь надо одеться, накраситься, загримироваться, выставить цвет. И это занимает больше времени, чем, собственно, разговор. Очень много технических вещей. Я объясню. Меня просто удивляет, что этот факт как-то странным образом заинтересовал общественность. Опять интернет-общественность. Да меня это интересует. Да? Да. Странно. Объясню. Интервью было большей частью связано с вашей программой. Мы сотрудничаем. Мне интересно ваш канал. И я хотела вот это органичным образом связать с тем, что она делает в электронном виде. И вот как телеведущий. Поскольку программа была, ну скажем, с особенностями. Она несколько выбивалась из общего нашего видеоряда. Но произошло следующее. Да, мы встречались. Мы разговаривали. Интервью — это что? Это готовый продукт. Готового продукта не получилось. Не получилось. Из-за того, что программа больше не выходит. Частично. Из-за того, что у меня просто времени не хватило. Мы достаточно долго сидели и многие вопросы обсуждали. У меня просто не дошли руки, скажем так. То есть это не было привязано к какому-то конкретному событию. Я хотела это сделать нечто так вот в процессе. Пока я это все готовила, программа исчезла, исчез повод к чему привязать все это. Я даже теперь вот на данный момент и не знаю, появится ли оно. Мне будет очень жаль, если оно все-таки не появится. Потому что там были очень интересные моменты. Но возможно, это все материалы лежат и не пригодятся. Я, конечно, очень, может быть, извиняюсь, что человек ждет, наверное. Но опять это журналистская работа. И от журналиста слышать, что... Ну, то есть никто как журналист должен понимать, да, как бы специфику и какие-то такие вот... То есть вы узнали от кого? От Жени. От Жени Бултатаровой. Ну, то есть, я не знаю, рабочие моменты вот так вот выдавать кому-то. Я тут ничего не выдавала, никаких секретов. Просто сказала, что я тут вот Татьяне интервью дала, а оно что-то не выходит. И что? И все. Ну, и что? Я у вас пользуюсь случаем, у вас спросила. Я не считаю это информационным поводом. Вы прям, почему интервью где-нибудь Татаровой не выходит? Хорошо. У меня масса не выходит. Ну, последок, да, это у нас последняя программа «За рамкой», но с вами. Я чувствую, я чувствую, что там вообще все вырежется, не самое интересное, а с конницей Евгения Бултатарова только. Ничего подобного. Нет? Вырежется, безусловно, потому что мы в два раза перебрали времени. Что я хотел сказать напоследок? Пожалуйста. Вы можете и любой, в общем-то, человек, даже не журналист, прийти на ТВ и предложить свою идею программы и делать ее. И вы выйдете в эфир. Если хотите, приходите. Вы мне предлагаете авторскую программу? Вам и любому из зрителей. Если это будет интересно зрителям, приходите и делайте свою программу. Я надеюсь, без черного фона, без золотого. Вы фон себе придумайте. Сами. Какой угодно. Можете это делать на экране, можете на улице снимать, можете так вот, как здесь, на черном фоне. Надо подумать. Главное, чтобы интересно было. Можете это делать на экране. Спасибо. Не забывайте. Продолжение следует...